здравствуйте меня зовут федор васильев и в этом уроке мы с вами произведем регистрацию на хостинге это тоже ответственный шаг и к нему нужно подойти очень серьезно но если вы новичок вам будет тяжело это сделать потому что хостинг площадок очень много нужно знать какие из них плохие какие так себе какие хорошие я долго изучал разные сайты рейтингов читал комментарии отзывы о разных хостингах и нашел интересный хостинг на который сам тоже скоро буду переезжать и вам тоже советую то есть мы с этим хостингом будем работать мы туда перенесем позже сайт и так далее то есть вы должны понимать что без хостингом вы не сможете и свой сайт свой интернет-магазин расположить в интернете да и соответственно люди не смогут покупать ваши товары через интернет соответственно хостинг эта услуга платная вы должны это тоже понимать вам предоставляется потому что выделенное место жесткий диск грубо говоря до удаленный только техподдержка и всевозможные там услуги просьба перейти на мой сайт и сразу же вот вверху сайта вы увидите вот такую ссылку лучший хостинг и 30 дней бесплатно действительно вы когда зарегистрируетесь целых 30 дней целый месяц сайт туда перекинуть это достаточно быстрое действие буквально день-два и ваш сайт будет работать целый месяц бесплатно заодно вы сможете протестировать данный хостинг и если вам вдруг что-то не понравится у вас будет время уйти то есть протестировать 30 дней не понравится и перейти на какой другой хостинг также перенести сайт или же вы можете перейти на вкладку рекомендую и точно такая же ссылка здесь есть вот в самом начале его адрес hostic.com.ua вот ниже вот здесь ссылочка есть кликаем и нас перебрасывает на этот хостинг если в процессе пользования услугами хостинга то есть когда сайт перенесем это я вам все покажу но если вдруг у вас возникнут вопросы относительно хостинга здесь вот здесь в углу есть очень быстрая поддержка вы кликайте сюда и пишите здесь ваше сообщение или ваш вопрос и вам очень быстро в течение одной минуты отвечают то есть поддержка здесь действительно на высоте у данного хостинга прокручиваем страницу ниже и мы здесь видим 4 тарифных плана хостинг провайдера здесь в принципе все очень просто сбоку здесь слева показано номинование функции да и вот здесь в графе напротив тарифного плана показано какое есть ограничение если нет ограничений пишет неограниченный если какая-то функция отсутствует стоит прочерк минус красный да и в самом низу показана цена то есть это за год цена 1905 и кнопка купить у первого тарифного плана много ограничений и нету бесплатного доступа в 30 дней соответственно вот этот тариф следующий с 2 называется подороже и внизу можно выбрать период по месячной оплаты ставим точку это если платить каждый месяц мы будем но гораздо удобнее заплатить за год при этом будет скидка до 45 процентов и здесь внизу есть ссылка 30 дневный период но здесь есть такой нюанс вот backup менеджмент ведь прочерк стоит у нас то есть скажем вот если здесь ssl сертификат это в принципе не обязательно а вот это может нам пригодиться возможность самостоятельного восстановления необходимых файлов сайта сейчас это вам может ни о чем не говорить но вообще если я себе буду брать хостинг я возьму именно вот следующий тарифный план где стоит галочка что это действие можно выполнять он уже соответственно подороже давайте я его и зарегистрирую на 30 дней то есть внизу по ссылке я кликать тестировать 30 дней на этой странице вы выбираете период оплаты здесь все понятно ставите точку напротив того варианта который вас устраивает до сразу видно здесь какая идет скидка и ниже здесь выберите доменное имя мы с вами в прошлом уроке зарегистрировали домен поэтому мы ставим последнюю точку у меня есть домен я изменю dns то есть вы заходите в свой аккаунт рег и заходите список доменов и ваш домен копируйте просто отсюда если вы его не помните и прописываем его здесь и нажимаем на кнопку продолжить нас оповещают не забудьте поменять dns сервера движемся далее дата центр здесь можно выбрать где вы хотите воспользоваться серверами то есть где будет храниться ваш сайт харьков украина родтердам голландия или атланта сша но я возьму вот голландия бесплатный перенос сайта мне нужна помощь с переносом сайта вам помощь не нужна потому что я буду вам помогать его переносить выделенный ip адрес это не нужно если мы выберем придется за него платить отдельную стоимость точнее вдобавок к вашей стоимости заказать сsl сертификат это не нужно и здесь последний шаг нам нужно проверить заказ смотрите страна выбирайте свою страну российской федерации телефон кликам по списку выбираем ли 7 то есть проставьте свой светлый телефон здесь не бойтесь никакой рассылки они вам рассылать не будет вот здесь вот кликаем по свой очки зачем вы можете ознакомиться с правилами итак прописываем телефон следующая проверка заказа sms верификация или звонок сотрудника ну оставляем sms в верификация sms код и кликаем сюда получить код то есть мне сейчас только что на телефон пришел код я смотрю сейчас свой телефон и прописывать здесь код вы соответственно прописывайте здесь свой код прописали и если мы все правильно сделали напротив ставится такая галочка и в самом конце можете ознакомиться с правилами кликнув по этой ссылке я ставлю галочку что я ознакомился и нажимаю на кнопку оформить заказ и так через несколько минут вам должно было прийти письмо на почту от хостик центра до что вы произвели регистрацию то есть вот такого вида письмо здесь идут детали заказа видно что дата следующего платежа как раз ровно через месяц то есть через месяц если вы захотите остаться на хостинге вы будете оплачивать 7 числа следующего месяца тут есть и доступ в панель управления сразу имя пользователей пароль уже создан для вас ниже будет доступ по ftp тоже создан в этом же письме и сейчас нам нужно для нашего домена прописать dns сервера данного хостинга чтобы как бы привязать данный домен к этому хостингу и у нас вот есть такие строчки вот одна дана зона и 2 то есть это просто набор букв то есть смотрите вы копируете вот так вот как я сейчас копирую то есть для нас зону переходите в свой аккаунт регру где мы регистрировали домен кликайте по названию домена прокручиваем ниже и выбираем управление доменами dns сервера кликом по ссылке dns сервера прокручиваем ниже и вот ns1 сервер прописываем эту строчку возвращаемся в почтовый аккаунт копируем вторую строчку dns зоны так и вставляем вторую для нас зону без пробелов и нажимаем зеленую кнопочку изменить обновление dns серверов обычно происходит в течение 24 часов ну нажимаем ok то есть опять же нам придется сутки подождать обычно это в течение суток происходит но иногда бывает часов 7 проходит и сайт у нас будет доступен точнее домен значит мы можем размещать туда свой сайт переносить и у нас он будет отображаться в интернете значит dns зоны мы изменили переходим значит в почту и вот давайте попробуем зайти просто в панель хостинга до прокручим ниже доступ панель управления имя пользователя давайте копируем имя пользователя конечно эти все данные с письма вам лучше сохранить куда-то в блокнот и соответственно хранить это все на флешке да на компьютере это лучше не хранить давайте попробуем зайти в панель управления вот ссылка для входа в контрольную панель то есть можете прямо здесь кликнуть через письмо имя пользователя и пароль указан ниже да копируем имя пользователя вставляем сюда пароль берем отсюда вставляем и вход нажимаем и у нас выскакивает ошибка мы не можем авторизоваться такое бывает мы с вами ничего не как бы не нарушили да мы действительно взяли данные которые нам пришли и служба поддержки мне говорит что нужно попробовать пароль самому пересоздать в панели хостинга для этого вот здесь вот кликаем по ссылке панель клиента кликаем по вот этой ссылке мои сервисы далее мы кликаем вот на эту зеленую стрелочку вот здесь вот маленькую такую заходим внутрь детали продукта называется прокручиваем ниже и вот здесь у давайте попробуем сменить пароль визите новый пароль и подтвердить пароль и нажимаем на кнопку обновить появляется сообщение пароль успешно изменен кликаем значит вход в к панель вот здесь кнопочка выше и мы сразу попадаем с вами в панель управления хостингом где мы сможем управлять загружать сайты и так далее но сайт мы будем конечно загружать по ftp воспользуемся программой файл зила которым вы должны были установить в начале курса до на этом урок закончен и в следующем уроке мы с вами уже будем переносить интернет магазин на хостинг